Доброе утро, уважаемые коллеги! Меня зовут Део Феденик, я сотрудник компании Теплотехника в Краснодар, приехал к вам по поводу рассказать, объяснить, выслушать ваше мнение о котлах Део, то есть немножко пообщаться. То есть я точно так же, как и вы, сталкиваюсь с этими котлами каждый день, так же кручу, верчу, есть технический опыт, есть теория, есть практика. То есть хотелось бы рассказать о котлах Део, некоторые говорят, видели, некоторые говорят, есть наличие в обслуживании, то есть у нас этих котлов очень много, То есть сейчас планируется сотрудничество с Уральским регионом, как бы в Екатеринбурге уже с прошлого года есть филиал нашей компании, то есть они распространяют эти котлы, плюс запчасти к ним, и если есть необходимость, то есть всегда дадут полноценную техническую поддержку. Котлы Део, какие у них плюсы? То есть плюс один огромный, то что котлы перекрывают большой модельный ряд, то есть они идут от самых маленьких, то есть можно как под квартирное оборудование, тут у нас сейчас это очень актуально. Ну у нас это актуально сейчас, то есть у вас может быть так, то есть разные немножко регионы, поэтому у нас сейчас паквартирное оборудование ими очень, я говорю, процветает. То есть от 116 кВт до 46 кВт они могут перекрыть, грубо говоря, от по квартирке до самого такого некислого коттеджа, да, то есть можно обслужить, обеспечить как отопление, так и горячую воду. Котлы бывают только двухконтурные, то есть одноконтурных котлов нет, бывают атмосферные, бывают турбированные, также бывают конденсационные. Но Россию как бы конденсационные они не завозились, либо завозились малой партией. Атмосферники тоже сейчас как бы идут на спад, как бы от них не особо востребованы, соответственно, сейчас все больше турбированные, воспользованные у нас как бы. На них упор, на них и все поддержка техническая, то есть состоит котел, как, наверное, и многие другие. В отличие от европейцев, у них вентилятор стоит снизу, ветродуйка, а не дымосос, камера сгорания, медный теплообменник, то есть используется. Клата управления, газовый клапан, вентилятор, вторичный теплообменник отдельный и, то есть, циркуляционный насос. Датчик протока и трехходовой клапан сзади здесь находятся. Также имеется в наличии автовоздушный клапан, сбрасывает воздух с котла. То есть, это коперки бюджетной серии, они как бы не позиционируют себя, то есть, что они там... Поэтому используются материалы, которые, ну, то есть, доступные, то есть, соответственно, и ценовая политика их адекватна. То есть, в отличие от многих европейских котлов, цена приятно может удивить, то есть, грубо говоря, котлы начинаются от 30 тысяч. То есть, значит, в данном случае хотелось бы сейчас рассказать про безопасность. То есть, безопасность котлов очень на большом, ну, на высоком уровне. Почему? Потому что корейцы к этому определенное, ну, то есть, отдают большое значение. То есть, в котле находится датчик перегрева, он установлен в теплообменнике, на подаче и отключение происходит на 92 градуса. То есть, если вдруг котел начинает подкипать, на 92 градуса отключается напряжение, то есть, и котел выключится, не позволяя закипеть, то есть, сделать какой-то опасный хлопок, взрыв, то есть, чтобы клиент испугался. Также в наличии имеется грамотный газовый клапан, который позволяет, контролирует процесс давления, подачи давления газа. И если давление превышает 600 миллиметров водяного столба, он просто-напросто закрывает этот газовый клапан и позволяет дальше работать. То есть, и пока вы не определите, в чем причина, или не спросите, это избыток давления, то есть, газовый клапан обратно не откроется. Также имеется в наличии фотодатчик, датчик контроля горения. В многих котлах, европейцах и корейцах, также имеется ионизационный датчик, который контролирует процесс давления пламени. Но так как ионизационные датчики бывают в случае окисления, то есть, они стараются все-таки уйти от этого и устанавливают оптический фотоэлемент, который контролирует процесс горения. Значит, пламя контролируется не только наличие или отсутствие пламени, но также и диапазон световой. То есть, если горение будет неправильное, котел также может отключить процесс горения, то есть, и вызвать ошибку. Но, по сравнению с плюсами вот этого вот фото датчика, также идет и минус такой, что если бы произошел скачок напряжения, либо какие-то сбои произошли в энергосистеме, есть возможность ему выйти, это как слабое звено, то есть, самый первый, у него диапазон спектра сдвигается, и он может просто не увидеть этого пламени, наличие этого пламени. Тогда придется его заменить. Вот, как раз вот по датчику, частенько, да, вот он выходит в строе, вот, в наличии его нету, просто его ближе к окошку смотровому делаешь, и котел начинает работать. Да, да. Хотя бы на время так можно делать? Ну, я так делаю. Я вам скажу, что да. Если экстренная ситуация, у вас в наличии с собой нету его, то есть, есть возможность, даже вплоть до того, что там есть фиксирующая планка, вот эта вот, пластмассочка, вот эта вот слюда, то есть, она не позволяет теплу выходить наружу, но, тем самым же, она, она, конечно же, заменит его. Бывают случаи такие, что я иногда даже откручиваю вот эти вот три болта, фиксирующие электроды розжига и фотодатчик, и снимаю с ледяное окошечко. Там вот, вот эта вот слюда, то есть, она не позволяет теплу выходить наружу, но, тем самым же, она, техническая слюда, она имеет, как бы, слоевой характер своей структуры, то есть, если где-то влага, сырость, конденсат попадал, то есть, слюда может пройти потеками, то есть, и она будет уже полноценно не видеть. Бывает, вы даже новый ставите фотодатчик, а эффекта нет, то есть, он не включается. Поэтому, если делаем техническое обслуживание, всегда это окошечко ушной палочкой, то есть, снутри и снаружи протираем это первое, если не помогает, то тогда уже и снимаем это с ледяного окошечка. Единственное, оно такое небольшое, то есть, и цветовая гамма, вот, что может затеряться, если пыльный котел там, или еще что-то, то есть, надо аккуратненько. А? Ну, у меня всякое бывало, у меня человек порой полез туда, с ледяного окошечка ушло, я углился, сам датчик, то есть, как он будет выходить, если оно упадет. Поэтому, как бы, в идеале, конечно, не потерять его, не это, потому что, как запасная опция, это не идет, то есть, иногда порой просто люди меняют, когда как вы, то есть, ну, не нужно, отдают, то есть, мы иногда собираем, чтобы они были у нас в наличии, потому что... Значит, дальше. По теплообменнику медному. Используется медь высокого качества, то есть, делается для чего? Для тщательного теплосъема, чтобы тепло все отдавалось у нас батарее. По сравнению со старыми котлами, они работают так, что, то есть, у нас очень много тепла уходит наружу, то есть, Жуковские, Леймаксы, все это уходит, старается наружу, то есть, на них мы можем поставить ботинки, посушить, да, там, сухари, то есть, здесь такого не получится. Камера сгорания закрытая, и все тепло стараемся снять, то есть, и отдать все это в батарею. Значит, по теплообменнику вторичному. Используем не бетермики, а используем отдельные вторичные теплообменники. Так как котел у нас, ну, я не знаю, как у вас с водичкой, то есть, у нас вода бывает очень плохая, и очень часто приходится, то есть, плохая вода запивать теплообменник. Если у нас будет бетермик, это будет у нас проблема со всем теплообменником отопления и горячей воды. Придется его менять, и стоимость, и, ну, обслуживание какое-то не очень хорошо, поэтому здесь принято, то есть, раздельный теплообменничек, для того, чтобы была возможность снять только его и заменить. То есть, у нас есть дачные участки, которые обслуживаются, бурятся скважины, соответственно, никто, анализ не делает воды, и в результате этих теплообменников порой хватает на год-полтора. А в режиме города, там, где вода обслуживается, где вода чистая, там котел работает, ну, вернее, теплообменник работает, как правило, столько же, сколько работает и котел. То есть, в принципе, из-за бития не. Дальше. Насос. Насос, в данном случае, сейчас уже идут все насосы на маркетной муфте. Раньше была конструкция насоса вот такого плана, она содержала какую-то свою техническую часть. Значит, был статор, внутри стоял статора стакан металлический, и стояла крыльчатка с ротором внутрь этого стакана. Водичка охлаждала ротор, крыльчатка сидела на оси ротора. И все это разъединялось от электрической части сальником, которое в процессе работы горячего и холодного, оно могло дать возможность протечь воде внутрь электрической части. Это было не очень хорошо, котлы отрабатывали свои 6-7 лет, ну, то есть насосы. Но, как бы, это было не очень практично. Поэтому на данном этапе сейчас уже идут насосы на магнитной муфте, то есть идет ротор, на нем установлена электрическая часть отдельно, водяная часть отдельно. На роторе установлен магнит, и на крыльчатке установлен магнит. И магнит магнит крутят, то есть нет возможности протечки воды внутрь электрочасти. Значит, дальше, вентиляторы. На данном этапе вентиляторы уже идут у нас, раньше они были 220 вольт, вот такого плана. То есть очень было удобно для сервисников проверять их работоспособность. То есть вентилятор у нас контролируется датчиком холла, то есть вращение оборотов вентилятора контролируется датчиком холла. По вращении магнитика, который здесь находится на оси, то есть датчик находится, считывает и производит контроль вращения. Если с вентилятором что-то не так, то есть он должен вращаться определенное количество, а он не вращается, подается команда на пульт управления, и пульт управления показывает вам код ошибку и неисправность вентилятора. То есть очень часто в эти вентиляторы ребята, вот вчера, например, в нижнем тангеле рассказывают, что часто ломается магнитик, здесь находится магнит, который считывает обороты вентилятора, датчик, и магнит установлен. И они говорят о том, что часто ломается, то есть они смазывают, пытаются смазать подшипник, и, соответственно, хотят снять этот магнит, а он приклеен. То есть лучше в этот магнит не лезть, то есть отдельно запчастей таких нет, если сломаете магнит, вот у них там сломался он напополам, они суперклеем сделали, как бы вопросов нет. Но это не факт, что он сломается напополам, он может сломаться на мелкие кусочки, то есть в результате патронов. Поэтому в идеале, конечно, надо поменять вентилятор полностью, и не допускать того, чтобы происходило у нас забивание самих подшипников. То есть чем чаще мы их чистим, тем лучше для котла. Дальше. И старые котлы очень удобны были чем? С этим вентилятором тем, что подключаешь 220 вольт, то есть они вращаются, все нормально, все хорошо. Вы можете проанализировать работоспособность. На новую немножко хуже это дело происходит, потому что у нас уже здесь 43 вольта по стоянке. То есть не очень удобно, не везде, не каждый носит с собой латер, который может поставить или выставить необходимое значение вольтажа. То есть это уже в условиях мастерния нужно что-то делать. Значит, по поводу оплаты управления. Оплата управления у нас находится в нижней правой части. То есть клеммы у нас все разного размера, разного цвета, поэтому запутаться в них, как правило, невозможно. То есть перепутать одну клемму поставить на другой, то есть тут цветовая камня как бы разная, соответственно, и размеры, и либо размер разный, либо сами подключения разные. То есть перепутать невозможно. Поэтому если кто-то вентилятор там перепутал с насосом, как бывает у нас иногда, когда клиенты это все делают, то это проблема неквалифицированности, соответственно. В плате управления у нас имеются запчасти, она не залита компаундом, то есть что позволяет... Ну, некоторые котлы заливаются специальной технической резиной, которая уже не позволяет полноценно сделать ремонт вклад электрочеком. Соответственно, эта плата, она у нас имеет возможность выпаиваться, дополняться русскими запчастями, а не корейскими, что шокирует наших корейских друзей, то есть когда они видят, что мы там что-то выпаяли, что-то запаяли. Но жизнь такова, что не всегда бывает возможность купить, приобрести плату или поломка не настолько значительная. И, соответственно, бывает полезнее выпаять одну-две, один-два транзистора, резистора, то есть те же потенциометры бывают, что хозяева крутят сами, то есть регулировки подачи газа, вот здесь они находятся, то есть он свернул ему голову и пламя выходит в максимум и шпарит, то есть перепаяв потенциометр, купив на радиорынке его, то есть за 15 рублей, то есть человек ремонтирует плату. Поэтому, то есть все здесь ремонтно-прикозно. Дальше. У нас есть датчик протока котла, датчик протока горячего водоснабжения, то есть он герконового типа, то есть находится молоточек, при подаче, при открытии крана напор воды поднимает геркон, замыкает контакт, и, соответственно, котел понимает, что ему необходимо работать на горячее водоснабжение. Как вот рассказывал парень, иногда бывают очень частые случаи, когда подключение происходит неправильно, то есть горячую подключают в холодную, в холодную, в горячую. Тогда котел не контролирует процесс подачи горячего водоснабжения, тем самым как бы неправильно работает. Значит, дальше у нас есть датчик давления, находится в левой части, в нижней. Это у нас идет мембрана, как на обычных колонках, как мембрана, и она давит штоком на микродомблер. Когда давление достигает необходимой нормы, то есть микрик замыкается и позволяет дать его работоспособность котлу. Очень удобная штука, то есть особенно в условиях, когда необходимо проверить котел на работоспособность, в условиях отсутствия подключения котла, можно просто этот микрик перемкнуть отверточкой, то есть нажать на него, и, соответственно, котел будет выполнять все функции, то есть вы его, грубо говоря, обманули по давлению воды. Но не советую это делать на работоспособном котле, когда, например, система... Котел работает вообще от 0,6 бак, то есть и бывает такое, что открытая система, установленная на открытой системе, если вдруг, то бывает, что давление не хватает ему, то есть и некоторые ребята у нас перемыкают этот датчик, как бы у нас вода полная, то есть система вся заполнена, я уверен, все хорошо, то есть, ну, бывают случаи такие, и он берет и замыкает его, ну, как бы спичкой подкладывает туда. Это не очень правильно, потому что каждый узел, каждая автоматика, она служит за свое, то есть и нет, как бы, гарантии, что оно ничего не хлопнет, то есть каждый узел, каждая защита, она тщательно продумана и, соответственно, выполняет свои функции. Отключая один из каких-то элементов, то есть вы тем самым убираете защиту и есть возможность что-нибудь сломать, сломаться, либо хозяину навредить каким-то образом. Значит, ну, бывают разные случаи, как бы, и ну, как бы в экстренных случаях мы тоже много чего делаем, то есть, потому что сейчас, например, нет наличия запчасти, а нужно, чтобы человека сейчас грел. То есть, у нас есть газовый клапан, о котором я говорил, о давлении, что он не позволяет хорошо на давлении пройти. И также он оснащен тремя катушечками. То есть, одна катушечка модулирующая и две катушки, это катушки открывания и закрывания газа. Обе эти катушки, они одинаковые по своим параметрам, соответственно, они взаимозаменяемы, но и они дублируют друг друга. То есть, если одна катушка, бывает такое, что в клапане сгорела одна катушка. И, соответственно, надо что-то делать. То есть, если менять полностью клапаном, бывает дорого. То есть, но, как бы на бушную, я стараюсь не менять, потому что, ну, сколько это прослужит запчасть, неизвестно. Когда в экстренном случае на улице зима и сломалась одна катушка, и вам надо, чтобы у человека работало, то есть, есть возможность один из клапанов заглушить. Но это вы делаете на свой страх и риск. То есть, также клапан открываете, спичинку подложили, поставили, но это, как бы, экстренный случай, только потому что на улице минус 20, у вас тут посерьезнее это все, чем у нас на югах. Там это все-таки, тут это все гораздо актуально. Поэтому стараемся менять на запчасть, то есть, на полноценную. Она будет с защитой, она будет работать и делать то, что необходимо. Для чего она приспособлена? Значит, дальше. Все котлы у нас оснащены пультом управления. То есть, это предыдущая модификация, то есть, с кнопками. Новые модификации, это сенсорного типа идут пульты управления. Есть также еще новейшие, то есть, они, опять же, с кнопками. Почему опять пришли к кнопкам? То есть, сенсорные, они очень щепетильные, пульты, очень такие, как бы нежные, на них там аккуратно надо нажимать, ронять там не желательно, потому что сбивается, лопается, жидко-филестрический диск. Значит, вся работа контролируется пультом управления. То есть, это котлов Део не топ-опция, а это идет непосредственно запчасть котлов. Но в многих европейцах это идет как доп-опция, то есть, выносной пульт это доп-опция. Если на данном этапе у нас сейчас произошли переговоры с корейцами и решением было принято установить вот здесь, в нижней части находится кнопочка сейчас, тумблерочек. Этот тумблер отвечает за аварийное включение котла. Бывает такая проблема, что с пультом управления что-то случилось. Разбился, намок, я не знаю, там шампанское открывали на Новый год и попали в него как раз. То есть, дисплей неисправен, котел не работает. То есть, кнопка это позволяет у нас, кнопка аварийного включения, она позволяет у нас работоспособность дать котлу на 72 часа. То есть, мы имеем возможность включить этот микротумблер, отсоединив пульт управления и пульт у нас, вернее, котел у нас будет работать на и на отопление, и на горячую воду в течение 72 часов. На отопление будет давать 60 градусов, на горячую воду будет давать 45 градусов. То есть, это может работать 72 часа, если мы за эти 72 часа не решили этот вопрос, то есть, у нас 4 января еще никто не вышел на работу, то есть, есть возможность этот микротумблер опять выключить и заново включить, и опять пойдет дальше работать. то есть, или у вас много там заявок, вы не можете выехать, сказать, дядька, ты еще раз там включи, переключи, я тебе там послезавтра приеду с бультов. То есть, это как бы позволяет немножко расширить работоспособность. Также сейчас идут уже переговоры о том, чтобы котлы из котлов убрать пруд управления полностью, то есть, может быть, выносную просто панель образовать на самой крышке котла. Но это пока есть еще только переговоры. Значит, котлы у нас работают как на сетевом газе, так же они работают и на газе жижи, то есть, на пропане. Для перевода котла на пропан, то есть, необходимо вынять горелочку, то есть, открутить по контуру к крышку горелки и вытащить горелку с горя. На горелочке у нас есть форсунки, то есть, форсунки, сетевые форсунки стоят у нас 1,76 диаметр, их надо поменять на размер 1,12. Значит, вот здесь откручиваем саму рейку и перекручиваем форсунки. Ключик на 7, то есть, форсунки высверливаются. В зависимости от мощности котла продаются и комплекты разные под котел. То есть, 6, то есть, малый сотка котел 6 форсунок, дальше идут 8, 12, 15 форсунок. форсунок. А? А? Форсунок. А? Да, я сделаю. Внутри. Я понял. форсунок. То есть, да, кстати, об этой резиночке ее надо периодически проверять. То есть, когда вы снимаете, то есть, нужно осмотреть. Потому что, как правило, может выпасть и у вас потом пойдет запах газа. Значит, также, помимо того, что мы форсунки перекрутили, также нужно на платье управления у нас есть вот в верхней части вот здесь микротумблера. То есть, первый микротумблер надо поднять его вверх. То есть, у нас есть вот здесь тут маленькие табличечки. То есть, и здесь за что отвечает каждый тумблерочек в этом ряду микротумблеров. То есть, первый микротумблер отвечает у нас за включение газпропан либо сетевой. Дальше у нас идет перечень тумблеров, отвечающий за переключение платы по модификациям. То есть, для ремонтников это очень удобно, что не нужно возить 15 плат с собой. То есть, вы можете взять одну плату и при помощи переключения этих микротумблеров вы имеете возможность выставить желаемый киловаттность и, соответственно, установить на этот котел, который у вас есть. Ну, посмотрите, там есть маленькие таблички. То есть, микротумблер вверх, микротумблер вниз и каждый прописан, то есть, какой куда должен идти. То есть, переключив тумблер на пропан и заменив форсунки, настроив газовый клапан непосредственно на поддавление необходимое для пропановых, то есть, у нас есть там же потенциометры, то есть, верхние два потенциометра. Один потенциометр идет нижнее давление газа, второй идет у нас верхнее давление. Также есть там кнопочка, то есть, один раз на кнопочку нажали, это будет моргание медленное, это будет нижнее давление газа. Потенциометром нижнюю повернули, то есть, подкрутили. Там все подписано лов, хай, то есть, нижняя, верхняя. То есть, нажали на кнопочку, начало быстрее моргать, это у нас верхнее давление, верхним подкручиваем, то есть, подгоняем под то давление, которое нужно. Ну, как правило, с завода-изготовителя как бы приходят уже настроенные газовые клапаны, они уже как бы проверенные, также их подключают под горение, то есть, проверяют правильность горения, и теплообменнички, даже сновья уже идут вот с такой термическим воздействием, то есть, включается, проверяется, горит, соответственно, также, когда мы иногда разбирали, как вы видели в них воду, то есть, также обрисовка происходит каждого котла. Значит, дальше, дальше, дальше. Что у нас еще? Значит, что нам необходимо знать для пусконаладки? Для пусконаладочных работ изначально должен быть правильно установлен котел, у него должно быть правильная начинка, то есть, то, чем должен быть обвязан котел, и чтобы он работал долго и часто. То есть, нам необходимо для долгой работы котла, необходимо, чтобы был в обязательном порядке стабилизатор напряжения. Не знаю, как у вас здесь со скачками напряжения, как с перепадами, у нас есть такая проблема, и, соответственно, котлы как бы очень реагируют на электроника, то есть, плата стоит порядка 7 тысяч, то есть, мне очень приятно, когда ее приходится менять. У нас бывает неделя гроз, когда идут грозовые дожди, я в эти моменты всегда говорю хозяевам отключать котлы из розетки, потому что это летом, как правило, не очень важное значение котел имеет, если он включен в розетку, у него прилетает, то есть, плат 15-20 ежегодно у нас уходит только на это, то есть, либо ремонта, либо замены, то есть, у нас некоторые люди промышляют отматыванием напряжения, то есть, кидая массу на какие-то, я не знаю, заземления, то есть, это на газопровод, на водопровод, то есть, на все это, то есть, также прибегает напряжение, то есть, что не очень хорошо, то есть, поэтому должен установлен быть стабилизатор напряжения по электрической части, также на трубу газопровода желательно устанавливать диэлектрическую муфту, то есть, диэлектрическая муфта позволяет у нас разъединить металлическую часть газопровода, тем самым, не доходит у нас напряжение до котла и сохраняет нашу плату вот этих воздействий, ну и все остальные электрические приборы внутри котла. Значит, также котел должен быть оснащен дополнительным расширительным бачком. Внутри котла установлен свой расширительный бак, необходимый для нужд котла для использования на горячую воду. То есть, заводам изготовителям могут подразумевать расход воды вашей горячей, соответственно, они устанавливают туда расширительный бак определенного типа. Никто не может подразумевать, сколько может быть воды у человека, у которого будет этот котел стоять. У некоторых будет 60 литров воды в системе, у некоторых будет 500 литров воды в системе. То есть, та ситуация будет правильная, и котел может работать и там, и там. Но, устанавливая дополнительный расширительный бак, вы снимаете нагрузку. Во-первых, котел будет работать на этом расширительном баке, он будет выполнять свои функции. Но, либо у вас должен быть литраж системы очень маленький, грубо говоря, две батареи алюминиевые, ну, по-квартирной, либо, то есть, на самом деле, вот большой вот этот котел 350-й оснащен 8-милитровым расширительным бачком. Коэффициент расширения 6. Ну, я считаю, так. Там уже некоторые на 10 умножают, то есть, кто как. Я считаю, что надо для правильности, для того, чтобы полностью гасилось расширение, нужно умножать на 0,6, на 6. Получается, бачок расширительный 8 литров, умножаем на коэффициент расширения 6, котел может быть 6 на 8 48 литров, то есть, на самом, на вот 350-м котле, который имеет возможность обогреть 420 квадратов, он может погасить 48 литров, ну, 50 литров, грубо говоря. Вот тут такой расширительный бачок. Но я не думаю, что в системе 350 квадратов или там 400 квадратов будет 50 литров, то есть, всегда там значительно больше. Поэтому внутренний бачок будет не справляться, будет работать за себя и за того парня, и выйдет из строя гораздо быстрее, чем если бы был бы дополнительный расширительный бачок. Поэтому лучше, когда был бы установлен расширительный бак дополнительный с правильным расчетом, желательно в большую сторону. То есть, если, например, у вас 120 литров и вы делите на 6, получаете объем расширительного бака 20 литров, то можно купить 18-литровый бачок, 20-ти не бывает. То есть, либо 18-ти, либо 24-ти. То есть, лучше, конечно, 24-ти. Значит, дальше, чем еще должен оснащен быть? Опять же, если водичка не очень хорошего качества, мы как бы на дачных товариществах стараемся все-таки людей направить в водоканал, который делает у нас анализ воды и получить полный перечень того, необходимого. То есть, если они для питья ее используют, то, значит, такой перечень. Если для технических целей, они будут знать, что в них воде содержатся. У нас кальциевый порог превышает 20%, не 20%, а 20 раз превышает. Это не 20%, а 20 раз превышает необходимый порог. Соответственно, теплообменник живет год-полтора, после чего может спокойно умереть. Очень хорошо помогают у нас магнитные фильтра. Вот, вроде бы штучка неказистая, дорого стоит, но она свое дело выполняет. То есть, как показывает практика, она позволяет прожить теплообменник в плохих условиях порядка 4 лет даже. Поэтому, ну, то есть, вот в таких условиях, где год-полтора он умирает, то 4-5 лет в принципе возможно, что он будет работать. Дальше. опять же, система желательно по возможности должна быть чистая, выполнена из пластика либо каких-то некоррозийных материалов, чтобы это все не летело внутрь котла. Потому что установив новый котел на старую систему отопления, то есть, например, была без насосов, без, ну, просто естественная циркуляция. Потом поставили с насосом весь этот мусор, который собирался годами, там, 40-50 лет, сколько это установлено отопление. То есть, все это будет нести в наш новый котел, что потом последует забитость у нас вторичного теплообменника, там, датчики перестанут срабатывать, потому что это отложится. То есть, в таких случаях, если мы все-таки ставим на плохую, ну, на старую систему, желательно оснащать котел фильтром тонкой очистки. Это фильтр КОПа, то есть, именно для горячего водоснабжения и фильтра используют для горячего водоснабжения. Установив для холодной, бывают случаи, что фильтр просто спаивается и проток ухудшается и насос может даже входить до того, что выходить из строя, потому что циркуляции, как таковой, у него не будет. Или просто начнет показывать часто ход ошибки закипания, как на закрытой кран. Опять же, все котлы должны обслуживать, вернее, для удобства обслуживания быть оснащены отсечными кранами. то есть отсечные краны позволяют работу, которая занимает 15 минут, сделать это 15 минут. Если же у нас нет отсечных кранов, а у нас двухэтажный дом, бывают такие случаи, когда люди, монтажники припаивают непосредственно уже, то есть переходы непосредственно к самому какру, для экономики. но потом получается проблема именно в обслуживании. Человеку надо отпроситься с работы, слить воду с системы для того, чтобы вы заменили датчик на котлет. что еще? В принципе все, опять же удобство на батареях отсекания, ну это как бы уже монтаж, это уже не надо. Значит, по дымоходам котлы имеют возможность выводиться, есть возможность сделать европейского типа коаксиальный дымоход, то есть сверху вот здесь на котле находится вот такая вот планочка металлическая. Откручивая ее, под ней находятся шлицы, то есть в комплекте коаксиального дымохода есть у нас переходная планка, то есть в одной трубе будет и всас и выхлоп, то есть соответственно вы имеете возможность снять эту планку, прикрутить другую планку и сделать одной трубой это все коаксиальный выход дымохода. Также продаются коаксиальные дымоходы корейские, они идут у нас раздельные, то есть одна идет на выхлоп, вторая идет на всас, это все заходит в одну трубу и выходит на улицу, то есть одной трубой. Также вы можете просто забирать воздух из помещения и то есть выводить воздух уже либо просто в дымоход на улицу, так как котел турбированный, либо в штатный дымоход, который уже был установлен для старого котла. то есть вот такие у нас щели образуются, а переходная планка она просто большего большего размера, то есть позволяет держать открытыми вот эти вот планки. Но бывает частное и ошибочное мнение, когда монтажники устанавливают, то есть вот здесь у нас заглушка, берут такую же заглушку сюда и вот эти щели не открывают. Тем самым мы получаем котел, для горения которого необходим кислород, его нет. То есть обращайте на это внимание, потому что очень часто вопрос возникает. Говорит, котел зажигается и гаснет, зажигается и гаснет. То есть котел не может себе позволить при нормальных условиях. То есть котел должен загореться и пойти работать. Значит, давайте наверное перекур чуть-чуть сделаем. вопрос как? Их надо то есть во-первых они друг другом не смешиваются. То есть есть некоторые теплоносители которые нельзя смешивать друг с другом. Ибо выпадают хлопьями и система забивается. Затем их надо покупать. То есть в отличие обычной воды, которую возможно придется доливать. Для того, чтобы долить теплоноситель в систему необходимо какое-то оборудование. оборудование. Но для того, чтобы открою маленький секрет, у нас мы сильно глубоко не лезем, насосы с собой не возят. То есть у нас есть опрыскиватель ЖУК, обычный опрыскиватель, который давит порядка двух килограмм. В системах частного сектора больше и по большому счету. Поэтому небольшое вложение, но удобство так же бывает такая ситуация, когда перемерз водопровод и в системе воды нет. Она-то как-то докачает туда эту систему. У нас два способа. Либо мы берем малый, то есть есть давление напора, но его не хватает для того, чтобы перейти планку 0,6 бар. То есть спускаем расширительный бачок, заполняем его на 0,4 на 0,5 и потом закачиваем расширительный бачок, создавая давление то, которое нам необходимо. Вторая ситуация это опять же наш любимый обрисовщик. То есть та же самая ситуация. Можно конечно возить с собой обрисовщик, малыш, я не знаю, дождик, как они там называются, в ведро бросить, захпитать. Но мне кажется проще как-то вот такой переходничок будет лучше. Значит дальше по поводу этиленгликоля, пропиленгликоля. Токсичные и имеют большее расширение, чем водичка наша обычно. Большее скольжение. Там, где не пойдет вода, то есть на утечке, если не пойдет вода, то тасолы обязательно поведутся. Ну у нас всяких творческих людей полно, у нас заливают, кто где работает, тот и заливает. То есть кто на спиртовом сталкивались и спирт заливал, и масло отработку, то есть все что угодно. Кто в гараже работает, тасолу машинные заливали, то есть на самом деле это уже изощряется. Поэтому если частная секта и вы там проживаете, то желательно лить воду. Если это дача, на которую вы приезжаете пожарить шашлыки три раза в год, то можно, конечно, это сомневаться. Нет вопроса. Значит, ну я не старой. Дальше по поводу настроек и котов ошибок. Значит, котел у нас грамотный, все и стараются всегда сервиснику намернуть на то, что, или хозяину, на то, что произошло, что если коту что-то не нравится, он всегда вам даст намек, в чем вопрос, где проблема. Значит, коты ошибок у нас высвечиваются на пульте управления, как правило, в центральной части. Если это такой пульт, то в центре кружочка будет писать код ошибки. Если это дисплей жидкокристаллический, значит, опять же, в центре, там, где окошечко для часов, для времени, он пишет у нас код ошибки, в чем проблема. Коты ошибок разнообразные могут подчеркивать все, что угодно, то есть от такого, как неисправность датчик температуры в комнатном пульте, то есть это E0, неисправность датчика температуры в комнатном пульте, как правило, это затем выливается в замену самого пульта управления, потому что комнатный датчик находится внутри, и, соответственно, перепайка, подбирание его, это все не очень правильно. E1, нехватка воды в системе, то есть датчик у нас есть реле давления, которое проверяет, контролирует постоянно это давление и разрешает, либо запрещает работоспособность котла. Соответственно, если не хватает воды, давления, надо ее просто подпитать. В котле имеется свой кран подпитки, то есть в этой модификации он здесь просто шар, шаровый, вот здесь в части холодной воды находится. В малых модификациях кран подпитки выражен крутилочкой обычной, как обычный кран вейт. сальничек опять же для того, чтобы правильно подпитать котел желательно выключить холодную воду, то есть перекрыть кран холодной воды. На штоке находится сальник, то есть вот этого подпитывающего крана на малых моделях находится сальничек и чем мы меньше открываем, мы же начинаем откручивать, то есть сальничек сначала расстоянием маленькое, потом побольше, побольше. то есть когда расстояние маленькое, котел начинает свистеть, пищать, визжать, то есть если давление достойное, то котлу это не очень нравится. И бывает даже вплоть до того, что этот сальник срывает и уносит в систему отопления. И потом человек закрыл кран, а оно тройку как давило, так и давит. И постоянно сброс происходит давление. Поэтому для того, чтобы это не происходило, закрыли кран холодной воды на трубе, на трубопроводе, открыли наш вентиль полностью, то есть не ломая, довели до упора, он не выкрутится, там контрующий вентиль. Запитали, открыли кран на трубе, заполнили систему, закрыли кран, закрутили вентиль. если это трудоемко все, по возможности дайте задание хозяину, чтобы он сделал дополнительный кран подпитки. Это всегда улучшит работоспособность и позволит человеку подпитывать без всяких проблем и затруднений. То есть если у нас опять же по расширительному бачку, расширительный бачок должен быть установлен в любом месте вашей системы отопления, так как этот расширительный бак закрытого типа. Значит, желательно также, чтобы его тоже удобно было обслуживать. То есть ставится каким образом? Устанавливается от системы ответвления ставится тройничок, сначала ставится кран, потом тройник, а потом ставится уже в один край закручивается расширительный бак, а в другой кран. То есть получается два крана. Но чтобы нам проверить правильно расширительный бачок, нам нужно закрыть систему отопления, отсечь расширительный бак от системы, затем открыть кран боковой, слить воду с расширительного бачка, если она там есть, проверить давление, если его недостаточно, а давление должно быть ровно сколько, сколько мы запитываем наш котел по воде, только там должна быть вода, воздух. Соответственно, если воздуха полноценно, нормально, просто дальше закрываем боковым кран, открываем систему. Если же у нас не хватает, при открытом боковом кране закачиваем обычным насосом, машинным, ручным, ножным, велосипедом, закачиваем воздух, давление, обычно, как правило, держится давление 1,2-1,1,1. А в среднем от единицы до полутора это нормальное давление. После 2,5 бар котел начинает экстренный сброс воды с котла, что позволяет не порваться узла внутри котла и также позволяет сохранить систему отопления целостности. Это опять же еще один узел безопасности. Когда мы это все сделали, закрываем боковой кран и открываем кран. Расширительный бачок внутри котла также регулярно проверяем. При техническом обслуживании обязательно надо его проверять. Кто-то ленится, но потом попадает на грабли и приезжать приходится снова и у человека говорит давление у меня скачет туда-сюда. Но когда мы ставим дополнительный расширительный бак, они как бы друг друга дублируют. И тот перекрывает этот, или этот тот перекрывает. Я как бы стараюсь сделать внутри расширительного внутри котла расширительный бак закачать где-то полтора давления, а дополнительный расширительный бак один и два. Для чего? Вот эта разница небольшая, она позволяет начать работать внутри котла позже бачку, чем тот, который наружу. Почему? Тот бачок, который у нас внутри котла, это вещь уникальная только для этого котла. Его вы в местном строительном сантехническом магазине не приобретете. А этот бачок, он всегда есть возможность его взять, подсоединить. Опять же, если трудоем как где-то подключить дополнительный расширительный бачок, я как бы людям подсказываю такую неплохую вещь, на мой взгляд. батарея, это такая же часть системы, то есть у нее всегда задействовано три выхода, а у нее четыре. То есть и в один из выходов всегда есть возможность сделать, то есть подключиться этим расширительным бачком. То есть, как правило, на батареях уже стоят отсечные краны. На новых системах, на старых возможно еще нет, на новых стоят краны. Отсекли батарею, открутили нижнюю пробку, так как подключение у нас идет и верхняя пробка у нас идет для крана Маевского. То есть отключили батарею, нижнюю пробку открутили, подставили тазик, воду, слили. Подкрутили шланг, либо через кран, либо просто шланг открутили и дополнительно расширительный бачок везет. Это значительно улучшит работоспособность кодам. Значит дальше, кодам ошибок. По нехватке воды понятно. Е2, Е4 неисправность в отводе дыма. То есть это у нас проблема бывает, когда у нас сильно течет конденсат и наш верхний теплообменник засорен конденсатом. то есть прямо бывает такое, что не рисочки вот эти вот, а прямо как бетонная плита. То есть ровненько, гладенько. Если регулярно не чистить, то есть хотя бы раз в год это все, потом получаются вот такие проблемки, как вот произошло вот с этим теплообменником. то есть здесь капал конденсат, но это уже потом почистили и все сделали. Конденсат капал, труба была вот здесь дымохода. Конденсат вот здесь скапывал. Здесь образовался нарост из конденсата. Огню здесь есть куда проходить, а здесь некуда. И здесь скапливается большая температура. соответственно еще большая температура и капля дали в один прекрасных момент в три часа. И теплообменник пришлось менять. Соответственно старые теплообменники у нас шли с припаянными переходами здесь, то есть новые они идут уже с латунными переходами, то есть для замены очень удобно бывает то есть снять шланги не надо снимать, то есть на шлангах висят вот эти перехода и вы просто клевник снимаете, вытаскиваете, новые ставите и все. Некоторые ребята вчера сказали, что крайне тяжело снимается теплообменник, то есть тяжело снимать камеру сгорания, надо вытащить половину котла. Я не знаю, может кто-то сталкивался с котлами Реналь, то есть вторичный теплообменник там снимать гораздо сложнее, он в дальней части там находится, то есть ничего здесь сложного нет, открутили 4 болта камеры сгорания и камера выходит вниз, без всяких проблем, верхняя крышка снимается, вытаскивается теплообменник, ставится новый, дальше в обратном порядке закручивается. Поэтому Е2 и Е4 это у нас проблемы именно с теплообменником. Следим за тем, чтобы чисто было, то есть не стесняемся при техническом обслуживании всегда стараемся открывать камеру сгорания. Почему? Снять с себя ответственность. Если вы пришли и устранили утечку на каком-нибудь из узлов и не посмотрели камеру сгорания, нет шансов того, что завтра вам хозяйка не позволит и не скажет ребят, а вот после вашего прихода у меня треснул теплообменник вот здесь и это покажет вашу квалифицированность. Она будет всегда думать и всю жизнь думать, что Петя ко мне пришел и вот сломал мне этот котел. Какие бы у вас хорошие отношения не были, после того, как сломается ее котел, вы будете худшим мастером на свете. Поэтому нужно не стесняться, да, тут чуть-чуть большое количество, ну, 8-10 болтов открутить придется, но вы снимете с себя ответственность, вы увидели, если вы увидели проблему на новом котле, который вы еще ни разу не обслуживали, вы там не присутствовали, вы хозяйки покажете об этом, что если вы уже этот котел обслуживали, ну, значит, что-то по истечении времени, то есть, вы покажете свою квалифицированность, что хозяйка готовься, скоро что-то произойдет, чтобы не было такого, что я тебе об этом не говорил, поэтому не стесняйтесь, открывайте камеру с горами. Также ребята говорили мне о вентиляторе, то есть, говорит, когда мы его чистим, у нас, говорит, часто ломаются лопасти, но как чистить, чтобы заломать лопасти, значит, ситуация в том, что они брали обычную щетку, ну, как, это нормально, и чистили, не открывая крышки, ну, не открутив, четыре болта, соответственно, котел у нас, то есть, щеткой, обычную щетку, для покраски, щетку, я беру, она ее не берет, она ее не берет, прилипает, потому, что котел стоит на кухне, на кухне жировые отложения, проблемы, все это, берется вот это, вот снимается крышка, тут есть отверстие под шестиграней, там, второй номер с края самый маленький, потом дальше следующий идет, снимаем это колесико, счищаем то, что есть возможность щеткой, обычной, для покраски, желательно, чтобы щетинка была пожёще, если такого не происходит, ну, то есть, не получается произвести, у меня есть маленькая отвертка шлицевая, то есть, из колубы вы это делаете, потому, ну, как правило, если установлен, вы ничего больше не сделаете, то есть, если есть возможность, возьмите еще щетку, в сфере вы можете еще помыть ее, то есть, она, в принципе, не коррозийная, то есть, она алюминиевая, и, в принципе, можно это еще сделать, то есть, чем меньше останется здесь отложений, тем лучше, но, опять же, тут надо обратить внимание хозяину на это все, то есть, откуда забор воздуха, если это в том помещении, где она жарит пирожки, то есть, и они это делают каждый день, и он начал течь, они взяли туда, поставили тазик, ничего лучше не придумали, и три года, я запустил котел, и он два года тек еще, ну, год он нормально отработал, и два года он еще тек, я приехал к человеку, он только тазики выливает, поставил и ушел, опять тазик вылил, опять поставил, ушел, то есть, вот так два года пользовался человек этим котлом, после чего я приехал, там уже все нижние болты, они просто сгнили, там шлицы, просто я беру отвертку, они слизываются, там уже ничего, благо у меня была дрель с собой, фортуна, и я смог это все сделать, но по большому счету, это проблема хозяина, он не мог что ли, это все равно, что он доносил уже обувь, до истирания бадош, уже там не к чему даже подсоединиться, котел-то новый, а? а котел-то новый, да, только купленный же, да, то есть, мне также говорят, это, говорит, ваши постоянные клиенты звонят, я говорю, а когда я у вас, ну, чувствую, по адресу я у них был уже, или был, но давно, или не был вообще, ну, мы постоянные клиенты ваши, мы пять лет назад, у нас были, так что, вот такие постоянные клиенты тоже бывают, поэтому, по возможности не запускать, если хозяин запустил, ну, что, есть возможность вычистить, надо вычистить, чего нету, возможно, ну, надо тоже, выше головы не прыгнешь, как говорят, то есть, чтобы хозяин тоже чувствовал и был в тонусе всегда, потому что, если сильно попускать, они тоже, как бы, на вас много чего свалят, надо сделать так, что, я когда делаю техническое обслуживание, я прихожу и делаю все, что необходимо, то есть, некоторые ребята придут и сделают только этот узел, и потом проблема начинается, бабушка ему звонит, по одной причине, по второй, по третьей, он уже пять раз туда съездил, но всегда делал что-то точечно, ну, сделай ты, приедь один раз, я не знаю, перебью, а если котел, по самому, 10 лет уже? Если котел 10 лет, срок, нет, срок, а там уже один проблем, все, все зависит от того, у меня есть котел 10 лет, который, вот я сейчас возьму, повешу на витрину магазина, и он будет, и он продастся, это я даю гарантию, на то, что он продастся, модель старая, но продастся, вопрос в чем, если хозяин регулярно за этим следит, если он меня вызывает, у меня два таких клиента, есть два котла, которые можно снять и повесить, не вопрос, меня вызывают раз, два раза в год, весной и осенью, вот у нас есть заключение договору, и в параметрах вот этого договора прописано, что если мы выезжаем, техническое обслуживание стоит 2 400, вот один раз мы выехали, мы сделали человеку, это 2 400 стоит, либо вы можете заключить договор, и договор будет стоить 2 400, но за эти деньги мы можем выехать два раза, то есть человеку интереснее естественно два раза, но кто-то пользуется этой услугой, кто-то не пользуется, кто-то говорит, да нафиг, не надо, иногда ты даже прозванишь, лето, когда многие, ну, кто-то до зимы тянет, кто-то вообще не вызывает, ну, то есть люди разные бывают, и говоришь, у вас там договорчик заканчивается, надо, давайте мы приедем, сделаем техническое обслуживание, да не надо, все нормально, все хорошо, и поэтому, как бы, чем лучше человек относится к этому всему, то есть вот эти 2 женщины, это старшие по дому, это уже в душе у них там, я не знаю, все должно быть четко, слажено, все по графику, то есть, вот эти котлы работают хорошо, то есть те, которые запускают, там мне тогда некогда было, то это, то я уже с этим котлом намучился, я говорю, слушай, когда мы последний раз с тобой встречали, ну, года 3 назад, я говорю, ты в машине масло, когда меняешь, это такой же технический, если мы возьмем Жуковский, это труба с дыркой, которая там автоматика, вечно подвязанная веревочкой, то есть, термопара не работает никогда, и, то есть, всяко-разно, то есть, если мы регулярно обслуживаем, оно и будет работать, то есть, делаем аналогию с автомобилем, и все будет понятно, у меня человек так прокатался, купил машину новую, забыл поменять масло, то есть, тот прокатался 1060, и это 1040 прокатился, масло в коробке не поменял на автомате, все, лязнуло, поехал, купил, дешевую купил, она не подошла, потом еще вторую купил, поэтому, если есть возможность, надо делать техническое обслуживание регулярно, стараться их агитировать, чтобы это делалось не зимой, не в экстренном порядке, а тогда вы имеете возможность, сделать себе планы, и приехать, и сделать техническое обслуживание, в летний период, подготовить их, к окопительному сезону, за благовременно. Ну, если я, как говорим, поправил, патичному сезону, я беру, как-нибудь, а есть котел, сколько он может, чтобы поступить? Вообще, у меня есть котел, самый старый, 14 лет. 14 лет? Мы 15 лет. Максималка? Ну, я думаю, вообще сейчас, как бы, идет, вся бытовая техника, район, 5-7 лет работоспособности, то есть, даже, вот, есть сплит-система, ты приобретешь, то есть, китайскую, и приобретешь хитачи, приблизительно, у них будет это, только, тут их 35 отдашь, а за это 4 отдашь, то есть, разница приблизительно, одинаковая, то есть, ну, просто там у тебя хитачи будет. Поэтому, сейчас, все производители, стараются, как бы, внедриться в это все, то есть, ограничить срок, моторесурсов, запчастей, им тоже, как бы, не особо интересно. А мы, со своей стороны, стараемся, продлить этот срок. Если мы соблюли все, ну, то есть, нюансы по подключению, то есть, улучшили, то есть, поставили дополнительный кран подпитки, а не пользуются этим внутренним, естественно, он меньше ломаться будет. Правильно? То есть, то есть, то есть, это запчасть котла уже. То есть, мы ее исключили, грубо. Если мы поставили в систему отопления больше 200 квадратов дополнительные насосы, сделали коллекторную систему, и в каждый коллектор идет свой насос, который качает, мы сняли нагрузку с нашего насоса. То есть, естественно, у него моторесурс лучше. Если мы поставили краны отсечные, ну, то есть, на рукомойнике не одинарный, вот такой вот, который можно посередине открыть, а поставили два вертюшка, мы также улучшили работоспособность котла, потому что для использования горячей воды хозяйка обычно возьмет посередине и откроет, и она не только холодную получит, но и горячую пытается получить. Котел за этот момент включился, сделал продувку, открыл газовый клапан, и уже попытался это, она берет его и выключила. И вот так за день может произойти до 100 раз. То есть, котел, миллионные включения, которые там вот, каждая запчасть может сделать, каждый раз минус 100, минус 200, минус 300, то есть, каждый день. Кто-то яблоки пошел помыть, кто-то пошел ногти почистил, кто-то там руки просто, кто-то умылся, кто-то тарелку помыл. То есть, это моторесурс запчастей. Поэтому, все вот это вот, то, что мы сейчас об этом разговариваем, то есть, это только на улучшение, чтобы котел работал долго и счастливо. Также, еще раз скажу один нюанс. Старые котлы у нас шли, вот такая вот у нас насос, вот такой насос был. И такая конструкция насоса позволяла у нас, во-первых, у него была двойная обмотка, то есть, вращаясь в одну сторону, вот здесь тут находится в трубочке шарик. Это как допотопная конструкция трехходового клапана. То есть, вращаясь в одну сторону, шарик керамически поднимался наверх, закрывал контур горячего водоснабжения, здесь был теплообменничек вторичный, ну вот так вот он был, тут конструкция была, да. И шарик, когда запирал здесь водичку, воду горячую, в систему уходила, в систему отопления вода, и соответственно, грела систему отопления. Когда шарик вращал, когда насос вращался в другую сторону, шарик опускался вниз, закрывалась система отопления, все проходило через вторичный теплообменник. Значит, ушли от этого насоса, в данном этапе у нас идет насос, вращается в одну сторону, но вместо вот этого узла с шариком, на смену ему пришел у нас трехходовой клапан с моторчиком, то есть, и с микротунблерами. То есть, где этот контур у нас идет на теплообменничек, теперь уже теплообменник у нас стоит вот так стоит, то есть, а здесь уже уходит на контур горячего водоснабжения, то есть, и уже как на сервере, то есть, он закрывает либо контур отопления и подает все через горячую воду, либо закрывает контур горячей воды и пошло на отопление. То есть, узел был заменен, то есть, вместо одного насоса, вот такого реверсионного, то есть, в разные стороны, получилось у нас два, две запчасти, насос и трехходовой клапан. То есть, просто, чтобы вы знали, почему конструкции разные. Значит, дальше, ошибка Е3, перегрев. То есть, тут написано, обратите внимание, на циркуляционный насос, датчик температуры воды и главный блок управления. Но это не надо прям читать и только вот эти вот нюансы проверять. Просто перегрев это закипание. То есть, закипание от чего? Плохая циркуляция. Это может быть, как плохо циркулирует насос. От чего он плохо циркулирует? Либо у нас может быть завоздушенная система, может быть забитость нашего косого фильтра, который в обязательном порядке должен стоять. Если у нас есть дополнительный фильтр тонкой очистки, его нужно посмотреть. То есть, у нас может быть закипание, забитая система отопления. То есть, много разных нюансов, которые не обязательно должны быть прописаны в паспорт. Немножко нужно и головой потом. Поэтому лучше... Сначала, конечно, мы все приезжаем, проверяем, а в дальнейшем уже делаем вывод. Значит, есть Е5, ошибка превышения напряжения зажигания. Написано, датчик пламени и главный блок управления. То есть, тут может быть вопрос просто по электричеству. То есть, либо нет стабилизатора, то есть, прилетело какое-то напряжение и выбило из строя либо главный блок, либо вот этот вот сам глазок, который смотрит на аптечку, на горение газа. Ошибка Е6, утечка газа, эта ошибка, скорее всего, не будет у вас высвечиваться по одной простой причине, или будет, но это уже тогда проблемы с блоком, потому что с котлом в комплекте датчика газоанализатора не идет. Если человек сам дополнительно не приобрел этот газоанализатор, то есть, датчик сам, то есть, можно его как доп. опцию приобрести и поставить, но, как правило, газовики заставляют в подвальных помещениях ставить русские, обычные газоанализаторы для того, чтобы контролировался этот процесс. Но, как правило, они не работают, грибочки у нас на спичках стоят, все нормально. То есть, датчик газоанализатора работает каким образом? На плате управления есть специальный выход на него и, подключая сюда его, то есть, раньше шла, прямо кембрик развязался, то есть, если сейчас приобретаем датчик, то необходимо будет его воткнуть в разъем и просто-напросто начинает работать газоанализатор, на него подается напряжение, то есть, и определенная температура, то есть, там платиновая нить, то есть, при нагреве, когда приходит туда запах керосина, газа или еще что-то, она нагревается немножко больше, дается сигнал на или вирусового, какая-то другая оплата, потом он подойдет к этому? Какая подобная что? Ну, другого котла, тоже, доейского. Нет. Никаким. Никаким. Только вот она ясная есть, и все. под котлы ДЕО, у котлов ДЕО только 8 видов плат сейчас, то есть, я не говорю о котлах про ТЕРМ, у которых каждый год выпускается дополнительная плата, то есть, котлы ДЕО стараются как-то унифицировать это все, чтобы вот одной платой вы модельный ряд от 11,6 до 42 кВт, могли это все 42 кВт, могли этот вот объять, этот диапазон, то есть, от других котлов не подойдет. Вот, я вам скажу больше, у котлов корейских, у них, даже если вы насосы возьмете, у них не подойдет один насос к другому, потому что у них вот это вот как пиратство, то есть, ну, то есть, что-то у кого-то украли, там, зазоры должны быть разные, названия разные, они могут там, что-то где-то все равно изменено, все равно не подойдет. То есть, пробовали, смотрели, знаем, не получается, да, то есть, все унифицировано, у них даже насосы, если взять, например, ну, это опять же, во благо удешевления, у них вот написано, газ болят, то есть, ДЭО газ болят, то есть, соответственно, если вы возьмете протер, вайланд, или еще какие-то европейцы, там либо вилла, либо внос, да, то есть, насосы, вы можете голову подобрать, одну от другого, поставить, то есть, а пластмасска осталась прежней, то есть, здесь такого не подойдет, то есть, если это ДЭО, это будут котлы ДЭО, и насос будет от ДЭО, если это Навьен, Навьен будет у нас, именно с Навьена, у него автолоздушный клапан находится на самом, опять же, у Навьена идет еще старая конструкция, то есть, в воде вращается ротор, то есть, ну, то есть, такая конструкция, еще как старая была, эти уже перешли на магнитный клапан, на магнитный клапан. Е7, неисправность в обмене информации, это у нас идет проблема с пультом управления. Очень часто бывает такое, что пульты управления вешают не положено в месте, и, соответственно, от этого все проблемы. То есть, как мы, я в прошлом газовике, вы знаете, что нельзя размещать котлы, помещения в ванной, туалета, душеводка, комната, то есть, бывает такое у нас, исключение, люди сначала сдают это помещение, как, не жилую, а как кухня, а потом делают из нее ванну, то есть, или еще что-то. И получается, что котел находится в этом помещении. Как правило, там вот эти вот все испарения, откладываются на плате управления наших пультов управления. То есть, получается подтеки, замыкания, перемыкания, то есть, это вот как раз таки проблема обмена информацией. Также хочется сказать о том, что котлы ДЭО по пульту управления, то есть, то есть, всю информацию передают по своим проводам. Культ управления выносной, проводной, то есть, батареек внутри, в новых пультах есть батарейки, но, то есть, не батарейки, а элементы питания, они необходимы для сохранения времени и старых ошибок пульта управления. Пульт управления можно вынести до 20 метров от котла, то есть, пожалуйста, ну, у нас находило это 40, честно сказать, но, просто на вот эти проводочки, то есть, в комплекте идет порядка полутора метров провода, добавляете 0,5-0,7 квадрата, то есть, провод с необходимой длиной выносите в другие помещения, можете вынести. Для чего это нужно? То есть, котел у нас имеет возможность работать по температуре воздуха, как по температуре воздуха, так и по температуре теплоносителя. То есть, некоторые котлы работают только по температуре воздуха, некоторые только по температуре теплоносителя. Здесь от пожелания клиента можно использовать и так, и так. То есть, сам датчик, термодатчик находится в нижней части пульта управления, и очень важно, где он будет стоять. Если мы работаем по температуре воздуха, это очень важно, потому что, если он стоит в помещениях кухонь, опять же, где жарят пирожки и кури, то есть, котел, прочитав, что в этом помещении тепло, отключит себя, и будет ждать, когда температура помизится. Хотя, в других комнатах так и не набралось тепла. То есть, и будет абонент на вас кричать, что у меня за проблема, почему у меня вот так. А вы, как сказать, сам дурак, переноси пульт управления. То есть, в пульте есть планочка крепежная, попадаем в щедрик, то есть, и закрепляем где-нибудь в помещении, которое не зависит от внешней температуры, если мы работаем по воздуху. То есть, это не должны быть помещения кухонь, это не должны быть помещения коридоров, открывания дверей, закрывания форточек. То есть, это нейтральная комната, где, да, где есть возможность у вас получить полноценную, если в той комнате, как правило, самая холодная комната. То есть, если там уже тепло, значит, всем остальным комнатам тепло. Дальше, если мы работаем по температуре теплоносителя, неважно, где будет стоять этот пульт управления, главное, чтобы на него не воздействовали вот эти вот влага, сырость, то есть, на улице тоже не стоит его выносить. Значит, дальше. Неисправность температурного датчика в системе отопления, утечка воды в системе отопления. Вот, неисправность вентилятора, ошибка ЕЕ. Как правило, это связано, то есть, внутри вентилятора, как я говорил, уже есть, присутствует датчик холла. Если вращение не производится, заклинило вентилятор, бывает, в сыром помещении постоял, полгода не пользовались, подшипник не окислилась и не вращается. То есть, либо мы его срываем с места, промазываем и дальше пошел работоспособность, вентилятор. Либо мы его просто меняем, то есть, вентилятор. Ну, все это, возможно, проверим. То есть, дальше у нас идет У1, неисправность кнопок, но опять же, это из-за запыкания, сырости культа управления. У0, очень частая проблема при использовании котла на газе пропан. То есть, от чего это все происходит? При запуске котла на пропан мы сделали перевод котла на жиженный газ, но не всегда люди знают, что баллоны должны заправляться до 40 литров, не более. Как правило, человек хитрый хочет, давай, напрессуй мне там побольше, 45 сделает. Эти вот 5 лишних килограмм, они литров дают нам избыточное давление, после чего редуктор выпускает из себя это давление, а газовый клапан понимая, что присутствует авария на ГРП, излишки давления, он запирает. Котел делает 3 пробных запуска, при этом клапан не отпускает, то есть, и показывает вам ошибку О0. О0 это ошибка нет воспламенения. Нет воспламенения, это может быть, действительно нет воспламенения, это искра может быть, отсутствует, так как на электронах розжига образовался маленький катышек изоляции. не воспламенения. Это может быть, не воспламенение от того, что потек теплообменник, посырели вот здесь тут у нас азбест, он мокреет, и искра уже не попадает на саму горелку, а искра образуется и бьет на корпус вот здесь, то есть и нет воспламенения. Люди чувствуют запах газа, люди чувствуют это, вроде газ идет, вроде искра есть, а вот, ну, слышится отрезк, но они не понимают, что искра идет не там, где нужно, да, и воспламенения не происходит. То есть, это также может, нет воспламенения, неисправен фотодатчик, то есть, не контролирует вышел из диапазона светодиод, ну, своего спектра. И, опять же, как я вот сейчас на кофебреке мы рассказывали, то есть, что приехал, нет, то есть, стоит два баллона, человек в один день заправил четыре баллона, два из них горючих, а два нет. То есть, запускаем два горючих, он отработал на них неделю, затем берет вторых два баллона, я думал, быстро убравлюсь, какие-то проблемы, то есть, остался на пять часов там, пока не заправили новые баллоны. То есть, новые баллоны три плюс, они горят, эти баллоны не горят. То есть, видимо, расслоение газов произошло какое-то, не знаю, но смысл в том, что не воспламенялось. Поэтому, на все надо обращать внимание, желательно, чтобы в комплекте ваших инструментов были либо О-образники, то есть, набора меры, либо электронные тесты, то есть, чтобы мы также знали и давление, которое приходит у нас на котел. Потому что, очень часто бывает, что в системе газоснабжения застряла какая-то грядка, когда варили, закупорилась, или там шлак какой-то на угловых соединениях. И просто-напросто не идет у нас давление газа как бы чуть-чуть сочится. при статике, да, при статике у нас хорошие 220 мм водяного столба, но когда только включается газовый клапан, открывается, а у нас падает это все до 20 мм и выше не поднимается. Это где-то забитость по газопроводу. У нас умельцев много разных. Ставят колонки и в систему газоснабжения подключают водоправду. То есть и пол улицы у нас из печки водичка. Тоже бывает. Просто читать. Газировка. 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 Бабушка говорит, сколько лет говорит, сколько лет говорит, живу, еще ни разу говорит, должен испечь пергонтанчик воды. Всяко бывает. Поэтому вот эта вода остается в системе, также конденсат образуется и, соответственно, бывает разным. Значит, ЕФ переключатель потока воды включен более 90 минут. Так как у нас датчик протока воды на использование горячей воды горячей воды, он у нас герконовый, там стоит молоточек замыкающий. Бывает такая проблема, что если система очень грязная или долго не пользовались этим, то есть датчик этот может закиснуть либо в положении отсутствия работы, либо в положении присутствия. То есть катышек подкатился в удобное место и заклинило его положение включено. Тогда клиент не получит у нас отопление, а котел будет включаться, уходить в закипание, отключаться, так как вы не используете горячую воду, экран у нас не открыт. Он сам себя принудительно включает, тут же отключает, включает, отключает. То есть доходит до 90, естественно, теряет эту температуру, опять заводится, включает. И на это стоит обратить внимание, это проблема чистой воды датчика протока, то есть нужно с ним что-то решать. Он разбирается свободно, то есть либо щёточкой, опять же, шфере отмыли эту ржавчину, которая коксует, либо просто заменили сам датчик. Значит, ошибка ЕА. Сигнал на пополнение воды. Я сейчас просто это всё читаю, как бы просто вам информацию, я знаю, что вы сейчас не запомните этого всего, но хотя бы может что-то где-то когда-то всплывёт. То есть у вас вся информация в принципе будет на своих носителях, но как бы просто может что-то вспомнить. ЕА. Сигнал подключения воды в системе появляется больше пяти раз в течение одной минуты. Это проблема и вхватка воды в системе. Датчик датчика показывает, что на данный момент использования котлом у нас хватает давления для включения. Но всегда, когда мы набираем давление для котла, мы набираем 1,2-1,5. Но бывает такое, что расширительный бачок не работает. И при включении циркуляционного насоса происходит вакуумация и давление падает. И может упасть даже ниже точки включения. То есть и вот так он завелся, давление упало ниже, он выключился. Завелся, давление упало ниже, выключился. Вот эти пять раз позволяют вам... Или, например, давление было 0,8, упало на 0,2, это на 0,2-0,3 падение вакуумизации. Это нормально. То есть не стоит держать давление на границе вот этого всего. Вы можете уйти из дома, держа вот это все, и в один из прекрасных моментов он может не включиться, и вы приедете в размерзшую систему. Поэтому лучше, когда у нас в системе все-таки не близко к критичным. Во-первых, не надо 2-2,5 там брать, чтобы у вас кран сброса, ему все равно, будет ли у вас паркет там за 2 миллиона долларов, либо плитка за стоят 99 рублей. То есть он сбросит это, потому что это его работа, потому что это ему прописано в программе. То есть то же самое не надо на вот этом играть, то есть на контрасте. Поставьте 1,5, то есть это нормальное давление, и котел будет работать хорошо. Дальше. ЕЦ, неправильно выбрана модель котла. То есть я вам говорил о том, что вот здесь у нас есть микродумблеры на плате управления, которые имеют возможность выбирать необходимую модель котла. Но бывает такое, что либо неправильно кнопочки нажали, либо еще что-то, либо модификация вентилятора не подходит, то есть он все это анализирует. И бывает, что ваш вентилятор просто не подходит к этой плате, то есть не подойдет он. Либо вы в другую модель котла засунули эту плату. То есть платы, я же говорю, 8 видов сейчас. На данном этапе 8, скоро появится 9, то есть и взяв другую плату и поставив сюда, он вам выпьет ошибку ЕЦ. То есть это неправильно выбрана модель. ЕД отклонение частоты тока. Это часто бывает при использовании котлов. Котлы также можно использовать на бесперебойниках и на генераторах. То есть генераторы также можно использовать, желательно использовать инверторы. То есть нормально работают, без всяких проблем. Но вчера был вопрос, говорит, вот у соседа работает такой котел на генераторе. А уж другого не работает. Проблема в чем? Котел не фазозависимый. То есть нету такого, как на баксе, вилку неправильно вставил, не завелся, ушел в ошибку. То есть хоть так, хоть эдак, котел заведется в любом случае. Единственная проблема в генераторах может быть такая, что генератор некоторые генераторы дают фазу то в одной вилочке, то в другой, то в одной, то в другой. И порой нужно просто систематизировать это напряжение. Чем мы это можем сделать? Взять обычную лампочку накаливания, обычную лампочку со спиралей. Тем самым подключив туда, мы систематизируем. И это как раз таки объясняется, что у одного соседа работает, а у другого нет. У одного все светодиоды или лампочки, либо лампочки энергосберегающие. То есть они не проводят ток, они нагревают газ. Соответственно у них нет этого. А у того соседа одна лампочка в туалете все-таки висела, видимо. Такая вот лампочка накаливания. То есть можно также через тройник подключить к генератору обычную лампочку и у вас будет с любого генератора это все работает. То есть и вот ошибка еды, частота тока 50 Гц может быть связана во-первых с систематизацией вот этой фазы, а может действительно там какой-то сбой по Гцам тоже может происходить. Ну просто чтобы у вас была информация. У-8 неисправность датчика температуры горячей воды ну опять же это может быть как блок так и сам датчик то есть выпендрячиваться. Значит дальше котлы имеют возможность котлы бела имеют возможность менять разные то есть комбинации подстройки под клиента непосредственно. То есть есть некоторое управление которое мы можем подкорректировать если это нужно для хозяина. То есть датчик